всем привет с вами куннова аня первый блог про молекулярные бады про нервную систему уже выпущен смотрите пожалуйста а сейчас я сделаю обзор на иммунную систему на наши новые молекулярные бады там я рассказывал уже и про это приложение и так далее ну что ж поедем и так первое то у нас с вами идет иммуностимулятор с артикулом 156 78 если нажать аннотацию на тут очень 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 подробная подробнейшая поэтому обязательно на этом сайте регистрируйтесь берегите себя свое здоровье потому что состав бадов просто обалденный и так железная крышка так открываем я вроде бы все воды открыла но вот попадаются не открытые потому что мы вдвоем с мужем их открывали ух ты какие зелененькие смотрите очень интересные зелененькие итак это у нас идет как активизирование работы иммунной системы также он способствует борьбе организма с хроническими воспалениями шикарно стимулирует быстрый рост способности организма сопротивляться бактериальным инфекциям поддерживает организм при аутоиммунных заболеваниях но это конечно хорошо это здорово есть очень очень подробный состав артикул 156 78 тут идет 60 капсул по пятьсот восемьдесят пять мг масса нет а тридцать пять и один грамм как применять тут таблица все тут вы видите эту таблицу в увеличенном виде это я распечатала для себя для своего врача чтобы она почитала чтобы и было удобно не превышает верхний допустим уровень потребления взрослым по две капсулы один раз во время еды продолжительность приема один месяц при необходимости прием можно повторить течение года получается вот такой вот шикарный бат сейчас и вам александра эдигера еще включу не забывайте про это так следующий бат у нас с вами идет после иммунной стимулятора идет иммуномодулятор форте с артикулом 156 79 тоже железная крышечка тут составе наверно куркумин идет как противовоспалительный потому что я по цвету вижу куркумин я сейчас заказываю у нас все он с вами будет отдельно да вот куркумин есть куркумин бета-глюканы биологические активные вещества перец черный железо витамин c что тоже очень важно витамин d что тоже очень круто ну в общем посмотрим применять это чудо нужно нам видите какие это не покрашенная капсула это натуральный цвет куркумы вот в чем суть вот в чем дело и так его нужно взрослым по 2 капсулы один раз день запивая во время воды продолжительность приема один месяц при необходимости прием можно повторить течение года по шикарные бадики здорово и классно надеюсь что все будут здоровы и счастливы и так третий пад идет иммуномодулятор комплекс артикулом 156 80 тоже очень хорошим его описание и вот тут смотрите дальше идет уже эндокринная система это уже следующем видеоролике пока про иммуномодулятор комплекса потом александр эдигер главный патологоанатом россии как его называют расскажет нам с вами все о нем подробнее и так артикул 156 80 это иммуномодулятор комплекс у всех защитная мембрана была еще сверху какая-то пленочка была я это все убрала чтобы зачем этот каждый раз показывает он способствует укреплению иммунитета такого вот цвета бадики помогает организму в защите от вирусных заболеваний и положительно влиять на эндокринную систему способствует нормализации гормонального фона и уровня сахара в крови очень классная штука форма выпуска 60 капсул по 700 40 миллиграмм также есть табличка что тут в составе есть кошачий коготь вот вижу перец черный медь так и гриба полисахариды вижу и так далее ну хороший такой бар как применять взрослым по 2 капсулы один раз день во время еды и перед началом применения рекомендуется проконсультироваться с врачом продолжительность приема один месяц при необходимости прием можно повторить в течение года поэтому все я с вами прощаюсь слушайте александра что он вам расскажет уважаемые коллеги здравствуйте сегодня мы продолжаем тему связанную с управляющими главными системами организма и частью нашей линейки фаберлик молекул фосс которая напрямую нацелена на коррекцию проблем которые возникают в этой системе сегодня мы поговорим об иммунной системе о скажем так современном взгляде на проблемы иммунной системы и о путях и решения этих проблем и так иммунная система по сложности не имеет себе равных это скопление комбинация сочетание весьма разнообразных клеток тканей и органов у которых общая цель достаточно формально проста это защита это возник на это формирование некоего непреодолимого барьера для того что называется внешние и внутренние враги нашего организма почему мы говорим о не только внешних но еще внутренних врагах это момент тоже достаточно сложный и так внешние враги это возбудители инфекционных заболеваний и вообще любые внешние скажем так любые микроскопические организмы которые могут в той или иной мере либо соперничать с нами либо пытаться паразитировать на нас это грибки и бактерии вирусы это прионы это разумеется любые токсины которые могут в той или иной тем или иным способом попасть в организм это например в том числе ионизирующая радиация и вообще все что попытается или может изменить в негативную сторону того то что называется наша внутренняя среда это колоссальной сложности задачи заниматься противостоянием внешнему врагу но у нас есть еще и внутренний враг а внутренний враг это наши в том случае если это возникает эта ситуация связана с формированием так называемой гиперпролиферации или опухолевого роста ну и кроме всего прочего это ситуации при наших обменных заболеваниях эта ситуация когда у нас начать развиваться эндотоксикоз внутреннее отравление организма иммунная система направлена на как я уже сказал на противодействие внешнему и внутреннему врагу но а теперь надо достаточно просто ее разделить на две главные части первое это то что иммунитет бывает врожденным который состоялся и заложен нашей генетикой и приобретенным или адаптивным который нарабатывается в течение жизни если обозначить основные проблемы связанные с иммунной системой они таковы это в первую очередь то что называется иммунодефицит ситуация когда иммунная система элементарно не справляется с теми самыми проблемами и врагами которых мы сказали второе это аллергия формирование сверх нормальной реакции на те же самые патогены или даже как таковые любо любые вызывающие реакцию вещества фрагменты органических молекул фрагменты неорганических молекул даже пыль и многое другое отдельная тема это то что называется болезни которые нас сопровождают и не просто регулярно но еще и часто это вирусные инфекции в первую очередь респираторные инфекции в меньшей степени кишечные вирусные инфекции но которые являются нашими спутниками почти постоянно есть достаточно много интересных взглядов на роль вирусных инфекций в формировании в управлении иммунной системой но это самое главное нужно сказать следующее что мы постоянно находимся в контакте с ними и мы постоянно наша иммунная система находится в состоянии постоянного с ними взаимодействия и наконец тема которая в последние скажем так лет 30 последнее развитие медицины является одной из наиболее актуальных ауто иммунные заболевания ситуации когда иммунная система становится фактором разрушения собственного организма когда организм или его фрагменты, его части. Фрагменты, скажем, например, внутриклеточных структур являются антигенами, то есть провоцирующими аутоиммунную разрушающую реакцию и набор из многих сотен болезней, которые это сопровождают. Итак, иммунная система. В группе наших продуктов, которые напрямую нацелены на коррекцию нарушения иммунной системы, существует три главных продукта. Первый продукт из группы, назовем так, иммунотропных продуктов, называется иммуностимулятор. Состав – смесь бурых водорослей, ламинарии и фокуса, хлорелла, спирулина и ундария пенотифида или ундария перестая. Давайте чуть-чуть раскроем секрет, не то чтобы технологический секрет, секрет замысла, как этот продукт создавался. У нас появилась возможность сформировать и сочетать наиболее эффективные из растительных гидробионтов, которые существуют на Земле. И это связано с тем, что накопление данных по эффективности этих компонентов совершенно невероятное. Это примерно 5-7 тысяч научных отчетов в год. Итак, бурые водоросли. С одной стороны, это невероятный иммуностимулирующий эффект, работа на активацию макрофагов, работа на активацию в том числе так называемой лифоцитарной памяти. Хлорелла, спирулина. Это потрясающие источники, в первую очередь, белка. Во вторую очередь, это, опять же, тех самых иммуностимулирующих комплексов. Ундария пенотифида весьма близка по эффекту к бурым водорослям, первым которых я назвал, но имеет массу оттенков, в том числе содержание так называемых ксантинов, которые со своей стороны имеют и иммунотропный эффект, и антиоксидантный эффект. Чего мы добиваемся, когда назначаем продукт иммуностимулятора? Это следует уже в том числе из-за его названия, который не просто слоган, но это тот эффект, который мы и ожидаем, и получаем в результате его практического применения. Что это означает? Большая часть нас, большую часть года, если взять, в 12-месячный промежуток, мы находимся в тех или иных эпизодах вторичного иммунодефицита. Что это означает? Был стресс, была усталость, были повышенные нагрузки, были простуды, были какие-то кишечные дискомфорты, были путешествия, была та или иная стрессогенная ситуация, которая могла быть либо острой, либо хронической. Все это вместе приводит к тому, что наша общая защитная тема начинает страдать и проваливаться, вторичные иммунодефициты. Подчеркиваю, для этого совершенно не нужно подвергаться вирусной атаке вируса иммунодефицита человека. Для этого достаточно просто перенести то, что я сказал. Итак, нам необходимо, чтобы весь потрясающий синергический комплекс, набор компонентов, которые я сказал, находящийся в оптимальном сочетании, сформировал стимуляцию иммунитета на всех его звеньях. В данном случае я говорю не только о ситуации, связанной с клеточным иммунитетом, с клеточной памятью, накоплением информации, но еще и готовность к выработке, в том числе того, что сейчас знает каждый из нас, выработка Б-лимфоцитами специфических или не специфических антител. Подводя итог эффективности иммуностимулятора, мы обязаны разделить его эффект на две главные части. Первое – это стимуляция борьбы с тем самым внешним врагом, с инфекциями всех, инфекционными состояниями, внедрениями, попытками внедрения инфекционных возбудителей всех типов. И второе – это стимуляция иммунитета. Как это ни звучит иногда парадоксально, это борьба с аутоиммунными процессами. Бурые водоросли, если говорить отдельно о них, в комбинации сундарии, являются сейчас, по крайней мере, в современном мире, являются, я думаю, препаратом выбора номер один в том, что называется хронически тяжелые аутоиммунные состояния. Было бы замечательно, если бы мы об этом помнили, и применяли бурые водоросли во всех случаях, там, где они адекватны. Следующий продукт линейки – это БАД иммуномодулятор Форте. Состав – бета-глюкан и дрожжевой стенки, экстракт фукуса пузырчатого, экстракт куркумы, куркумин и дигидрокверцитин – одно из интереснейших веществ, которые входят в некоторые продукты нашей линейки. Задача продукта, давайте сформулируем ее, исходя из того состава, который синергически, скажем так, обнаруживает свою эффективность. Что такое иммуномодуляция? Иммунная система – это всегда система противовесов. Это всегда воздействие не просто на, как таковую, защиту, это еще и прямое или последовательное воздействие и на нервную систему, и на сердечно-сосудистую систему, и вообще на обмен, как таковой. Итак, бета-глюканы, как таковые, то есть вещества, содержащиеся в стенке дрожжевых грибков, кроме эффекта прямого мощного иммунотропного эффекта, оказывают в том числе нормализующий эффект на холестерин плазмы. Экстракт фукуса пузырчатого содержит интереснейшие полисахариды, которые называются фукоиданы, и выше их трудно сейчас найти природное вещество, которое способствует по эффекту, по силе эффекта, который способствует нормализации иммунных каскадов, иммунных реакций. Куркумин, я думаю, или куркума, лонга, если говорить об источнике этого вещества, я думаю, что сейчас это одно из наиболее не просто популярных, популярных в том числе и в медицинской среде, и самых многообещающих веществ и компонентов, которые можно найти в нашем окружающем мире, у которого эффекты и противовоспалительный прямой, и антибактериальный, и эффект нормализации клеточного роста. То есть в данном случае мы с вами говорим о многостороннем эффекте на иммунную систему. И дигидрокверцитин, нормализатор оксидативных процессов в клетках, в том числе сосудистых, в том числе клетках лимфоидной системы, один из интереснейших компонентов, которые можно извлечь из коры ряда растений. Иммуномодулятор форте. И вообще иммуномодуляция – это восстановление баланса между взаимосвязанными звеньями иммунной системы. Но мы должны об этом помнить. У нас нет задачи просто подхлестнуть иммунитет. Мы должны его нормализовать. И иммуномодулятор форте решает эту задачу наиболее быстрым и эффективным способом. Если подвести итоги и обозначить эффекты БАДа иммуномодулятор форте, они следующие – способствуют общему укреплению иммунитета, способствуют снижению воспалительных процессов в организме, оказывают нормализующий эффект на состояние сердечно-сосудистой системы, на уровень холестерина крови, на состояние капиллярного кровообращения. Третий продукт группы иммунотропных БАДов линейки Faberlic Molecular Force содержит следующие компоненты. Первый – это экстракт кошачьего когтя, гриб Мейтаки или Грифола и гриб Рейши. Сразу оговорюсь, если бы это был единственный продукт в линейке, имеющий отношение к иммунной системе, этого по-хорошему было бы достаточно, потому что эффекты невероятные и как раз направленные на все, о чем мы говорили, весь спектр проблем, связанных с иммунной системой. Это и коррекция иммунодефицита, это и коррекция гипериммунных реакций, связанных с аутоиммунными какими-то проблемами, это и борьба против тех самых внешних и внутренних врагов. Но есть еще оттенок у данного комплекса, который принципиально важен. Он вторгается в хорошем смысле в проблемы, связанные с эндокринной системой. То есть в данном случае мы говорим не просто о многостороннем эффекте, иммуномоделирующем эффекте, а еще и о том, что называется добрососедская помощь эндокринной системе. Это принципиально. К слову сказать, если вы посмотрите в литературе или в интернете на все эти компоненты, то вы обнаружите, что в подобное сочетание практически нигде не встречается. И, честно-откровенно, я крайне удивлен был много лет тому назад, почему комбинации, например, подорко или кошачьего когтя в комбинации с грибом-грифолой, почему никто не создал. Они невероятно хорошо, как ключ к замку, подходят друг к другу, например, в таком комплексе, как активация макрофагов. Макрофагальные реакции являются одним из кривоугольных камней вообще иммунного каскада как такового. Подводя итоги суммарных эффектов БАДа иммуномодулятор-комплекс, необходимо обозначить следующее. Способствует общему укреплению иммунитета, является важным средством при вирусных заболеваниях и является мощным кофактором воздействия на эндокринную систему. То есть, в первую очередь, если имеются проблемы с нарушениями обмена углеводов. Сегодня мы рассмотрели одну из важнейших управляющих систем человеческого организма. И в последующих видео мы продолжим изучение групп биодобавок, воздействующих на основные системы организма.